Бывший однопартиец, практически прародитель правящей ПДС и Санду Политика, лидер ЛДПМ Влад Филат, продолжает троллить президентку. На этот раз обрушившись с критикой на заявление Санду о повышении пенсии. Свой месседж в Фейсбуке он озаглавил с намёком «Майя Санду и хрустальный шар», как бы давая понять, что всё, что говорит и в реальности делает его бывшая подчинённая на посту президента, не больше, чем иллюзия, обман. Ну прям почти ведьминская история. О будущем расскажу, про прошлое промолчу, стрекороба наобещаю. Только касается она обоих. Так чем же так прогневила Филата Санду? Оказывается, нехорошим отношением к пенсионерам. По словам лидера ЛДПМ, совокупная инфляция за период правления Санду достигла 65%. Проще говоря, цены выросли в разы, а президент хвалится тем, что номинальная пенсия увеличилась вдвое. Президент забыла сказать, что за время её правления Молдова столкнулась с самым большим ростом цен за последние 25 лет, а в энергетическом секторе с шестикратным ростом, беспрецедентным в нашей истории. Рост, порождённый некомпетентностью и коррупцией. Инфляция за этот период в совокупности достигла 65%. Но для пенсионеров этот показатель не имеет значения. Куда важнее проанализировать рост цен на критически важные для пенсионеров продукты. И здесь нас ждёт настоящий шок. Цены на овощи и основной продукт, потребляемый пенсионерами, за время мандата Майя Санду выросли более чем в 2,5 раза, а на коммунальные услуги более чем в 2 раза. Простой подсчёт показывает, что цены на продукты и услуги, потребляемые пенсионерами, выросли в 2,4 раза. Это значит, что номинальная пенсия выросла, но цены выросли ещё больше. В результате пенсионеры сегодня с этой повышенной пенсии беднее, чем 4 года назад. И здесь следует отметить своё обещание, что у всех пенсионеров пенсии не будут ниже 2000, ПДС и Санду не выполнили. Повышение коснулось только определённой категории пенсионеров. И то прибавка к пенсии составила в среднем всего 200 лев. Филат назвала моральным и незаконным решение правления Санду ПДС в 2022 году проиндексировать пенсии не на 34% с учётом уровня инфляции, а только на 17%, из-за чего молдавские пенсионеры стали ещё беднее. Здесь, конечно, лидер ЛДПМ прав на все 100%. Впервые в истории независимой Молдовы был грубо нарушен закон об индексации пенсии. Причём никто за это преступление не понёс никакого наказания в правительстве ПДС. А ещё Филат уличил Санду практически в пропаганде через молчание, когда она намеренно не говорит о том, что есть категории пенсионеров, вообще не получающих пенсии, а лишь смехотворные пособия в размере 1387 лев. Например, те, кто не имеет 15-летний стаж. Таких в Молдове 20 080 человек. Пенсия по инвалидности в нашей стране 1353 лев и 44 бана. На эти средства выживают 20 954 человека. Но и это ещё не всё. Бывший начальник Санду считает, что более 11 миллиардов лев, которые, по словам президента, были выделены на погашение обязательств перед пенсионерами, на самом деле были взяты из средств, которые были запланированы на инвестиции, в том числе из дорожного фонда. Другими словами, нынешняя власть отбирают у одних, чтобы отдать другим, а потом снова забрать. Но чем не хрустальный шар, помните? При этом сетуют филат, капитальные инвестиции при правлении Майсанду катастрофически сокращаются и сейчас составляют всего 1,3% ВВП, что в два раза меньше, чем, например, в 2014 году. Здесь лидер ЛДПМ намекает на историю успеха возглавляемого им правительства. Да, тогда, в 2014, западные и европейские партнёры не скупились на выделение финансовой помощи. Не поверите, давали сотни миллионов евро всё на то же, что и сейчас правлению Санду ПДС. На реформу юстиции, борьбу с коррупцией, особенно на это звучит так красиво, но укрепление демократических институтов и построение толерантного общества. Но деньги закончились, когда в Брюсселе поняли, что не могут найти концы, на что конкретно была потрачена эта помощь. Кстати, львиная доля этих внешних средств составляли кредиты, которые все мы вместе взятые отдаём до сих пор. Так что филату, история успеха которого обернулась позорной историей провала, как и Санду, тоже есть о чём молчать. Например, о том, что Майя Санду, по сути, его протеже, который он лично продвигал во власть. Поэтому за всё, что сейчас происходит в Молдове при правлении ПДС и Санду, филат также несёт ответственность, хоть и опосредованно. А разве так называемая реформа пенсионной системы, из-за которой пенсионеры стали ещё беднее, началась не с правительства ЛДПМ во главе с филатом? Помнится, в 2009 году западные кураторы, в лице МВФ и европейские партнёры, в лице Европейского банка реконструкции и развития, новой проевропейской власти Молдовы скинули такой полуофициальный, но обязательный к применению темник. В нём было чётко указано, что расходы на социальную сферу необходимо сократить в структуре ВВП. Это мера практически классика политики МВФ, продвигаемой фондом так называемых третьих странах. А как известно, самые большие расходы приходятся именно на выплату пенсий и других социальных пособий. Для сравнения, до 2009 года ежегодно пенсии индексировали в среднем на 15%. Однако западные партнёры настаивали на пенсионной реформе, которая даст экономию средств повышений возраста выхода на заслуженный отдых. Заняться внедрением этой реформы Филат просто не успел, но подготовил почву. Механизм индексации был изменён в 2017 году. Индексировали пенсии не всем, а возраст выхода на пенсию для женщин стали повышать. Внедрение этого механизма практически завершило ПДС. К 2028 году пенсионный возраст и женщин и мужчин должен сравняться и составить 63 года. Правда, Филат нашёл и кое-что хорошее во времена Сандул. Оказывается, перед выборами произошло снижение цен на похоронные услуги. И даже поблагодарил за это. Как говорится, если они не могут обеспечить нам хорошую жизнь, то правительство ПДС обеспечивает нам немного более дешёвую смерть, написал Филат. О чём промолчали эти оба, так это о том, что пенсионеры Молдовы говорили во времена Филата и Санду одно и то же. Умереть не страшно, жить ещё страшнее.